Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос, простой и незатейливый. Если я не справлюсь с грехом, попаду в ад от состояния души человек, который перешел в другой модус бытия – вечность. И что в душе было, то он вечность и принес. Без какой-либо возможности успокоить свой гнев, ярость, серебролюбие, отчаяние, уныние – что в тебе есть, тем ты и живешь. И любая страсть в этом, в результате это усиливается в разы. Ты уже не поспишь, ты уже пироженком грусть не заешь, оно тебя раздирает изнутри. И вот это состояние описывается как худшим из возможных. Ну а как описать состояние невидимое? Как с помощью материальных символов и образов описать жизнь нематериальную? Ну, черти, сковородки, огонь, черни усыпаемый, огонь неугасаемый, скридж зубов и все такое. О несказуемом можно говорить только через символы. Есть даже такое отдельное явление в литературе, как миизм, символизм, серебряный век и так далее. В Писании оно тоже присутствует, и мы часто говорим о загробной жизни с помощью так называемых антропоморфизмов, наделяя и Бога, и жизнь будущего века земными, человеческими образами. Поэтому попасть в ад нельзя. Ад попадает в тебя еще при жизни. И когда человек разделяется с телом, он терзается тем, что в нем есть. И хорошо, если в нем есть еще что-то хорошее, потому что как усиливаются страсти, так усиливается и то хорошее, что есть в твоей жизни. Любовь, милосердие, сострадание, честность, искренность, жертвенность, стремление быть со Христом. И стремление усиливается. Если у тебя есть хотя бы вектор направленности к Богу, хотя вот компас этот не испорченный, ты пусть навигатор твоей жизни неоднократно перестраивался, но ты все равно шел по кочкам, по рытвенам, но ко Христу. Это стремление быть с Богом, оно останется и при жизни. Если ты Бога ненавидел, то эта ненависть останется и по смерти. И присутствие Бога в твоей жизни будет тебя мучить. Если хотите, то способность, возможность быть вне Бога в вечности – это милосердие Бога к тем людям, которые не хотят его видеть нигде и никогда. Такое некоторое внутреннее закрытие. Есть замечательная фраза, вполне святоотеческая по духу своему, что двери ада заперты изнутри. Поэтому спешите творить добро, старайтесь из своего сердца ненависть, злоба, раздражение, вот все вот это мерзенькое, гаденькое выдавливать. Заполняйте опустошенное от греха сердце благодатью Божией, участвуйте в таинстве, в литургии, в причастии, творите дела любви. Пусть даже через них хочу, но все равно это рано или поздно, ты уже не сможешь их не делать, потому что оно приносит настоящее счастье. Ты можешь сколько угодно себе приобретать какие-то материальные ценности, но ты не будешь долго ими удовлетворен. То есть всегда хочется чего-то большего, лучшего. Ты быстро забываешь то, что тебе уже Бог дал, и ищешь чего-нибудь другого, нового. И, не знаю, годам к сорока уже доходишь до такого состояния, когда уже что-то новое и хорошее тебя вообще не радует. Ну, есть и хорошо, а могло бы быть и лучше. Но чем больше ты отдаешь, чем больше людей тобой благоденствованы, тем больше в твоем сердце настоящего глубокого, для мирного счастья. Словом, делом, молитвой, через них хочу. Будьте для других людей тем, чем Христос стал для нас. Являйте Христа в своей жизни для других, и никакой ад вам не страшен. Бог судить нас будет по милосердию своему, а не по справедливости. Будет искать лазеечки в твоей душе, чтобы привлечь тебя к себе. И привлекитесь к нему при жизни. Ну, а то, что грешим, то тут, то там. Ну, слаб человек бывает. Главное – преодолевать эту напасть. И восстанавливать наше единство в церкови и со Христом. Субтитры создавал DimaTorzok